Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Город-призрак. Параллельно с развивающейся инфраструктурой Рязань вмещает в себя целый ряд заброшенных объектов. Праздник для детей. 21 марта. Ребята, имеющие синдром Дауна, посетили кинотеатр. Полицейская погоня в районе Дашково-Песочня. Пьяный водитель пытался уйти от сотрудников ГИБДД. Цветут цветы. Наша съемочная группа побывала в теплицах, где выращивают рассаду для украшения улиц Рязани. Многочасовые очереди постепенно уходят в прошлое. Несколько многофункциональных центров в городе оказывают десятки услуг. Эти учреждения призваны привести в соответствие с законом обращения граждан в различные инстанции, а главное – упорядочить временные рамки ответов заявителям. С 2012 года здесь ведется и работа по сокращению перечня документов, требуемых от заявителя, а также сроков их рассмотрения и обработки. В настоящий момент муниципалитет представляет 69 услуг, из них 53 – это как раз муниципальные услуги, 28 – в сфере предпринимательства. По всем услугам организованы приемы и выдачи уже результатов через МФЦ. Мы значительно сокращаем сроки рассмотрения заявлений. Одним из ярких примеров сокращения сроков рассмотрения муниципальной услуги можно привести в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В 2016 году на это уходило 50 рабочих дней, сейчас мы ее сократим на 2 недели, соответственно за 36 рабочих дней предпринимателю выдадим свое заключение. В ведомстве отметили, что документы, находящиеся в распоряжении органов власти, запрашиваются подразделениями, оказывающими услугу самостоятельно, а для заявителей значительно повышается удобство получения необходимой разрешительной документации. Ну а что касается услуг для населения, можно привести такую востребованную услугу, это согласование самовольного переустройства или самовольной перепланировки жилого помещения. Процедура сократится на 26 рабочих дней и соответственно будет составлять всего 19 рабочих дней. По данным, предоставленным в управлении сокращение сроков, затронет и муниципальные услуги, за которыми обращаются граждане. Так, время ожидания выдачи архивных документов, архивных копий сократится в два раза с 26 до 13 рабочих дней. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 35 до 28 рабочих дней. А постановка многодетных семей на учет для предоставления земельного участка с 30 до 26 рабочих дней. В нашем городе существуют здания, которые когда-то были на самом виду. И не только украшали Рязань, но и являлись местами, собирающими немалое количество людей. Однако давно их уже никто не посещает. Сегодня они стали призраками уходящей эпохи. Валерий Седов, наш корреспондент, расскажет подробнее. Угрюмые стены, безучастно и холодно глядящие окна. Территория давно заросла кустарником. Белые мертвые стволы засохших деревьев. От этого зрелища становится невыразимо тяжко на душе. Некогда красивое здание теперь превратилось в руины. Блеклую копию самого себя. Еще несколько десятков лет назад вокруг Дворца культуры птицеводов толпились люди. Билеты в кино были на расхват. Танцплощадки никогда не пустовали. Множество постоянно работающих кружков. Теперь всего этого нет. Сейчас сюда на тренировки ходит лишь футбольная команда. Да и то крайне редко. Это здание хотят продать. Другой культурный объект этого района – кинотеатр «Москва». Правда, молодому поколению он известен под другим названием – «Планетарий». Ходили. Давно, правда, в молодости. Кино смотрели. Фильмы были. А очереди большие к ним выстраивались? Ну да, были фильмы. Полный зал был заполнен. Когда-то давно, это был замечательный кинотеатр. С удовольствием ходил на фильмы, смотрел. Замечательно было. После того, как он перестал существовать как кинотеатр, я там не был. Что сейчас там, не знаю. Но видеть вот эту неприглядную картину, конечно, не очень приятно. Он был открыт в 1981 году как первый широкоформатный кинотеатр в Московском районе. Во время своего рассвета он соперничал с Акой. Но вскоре показ кино прекратился. И к 1994 году в здании располагался мебельный салон и мелкие магазинчики. Через два года город сдал здание в аренду другому предприятию, которое открыло здесь рок-клуб «Планетарий». В разные годы там выступали известные рок-музыканты. По сути, вся округа, по крайней мере, второй, третий микрорайон, четвертый и весь поселок Птицеводов, или юбилейный еще называют его, ходили именно туда. А примыкание к первому микрорайону и гости со всего города сходились к кинотеатру в Москве. Даже с Прёкского ходили в наш кинотеатр в Москве. Если эти здания смогли сохранить свой внешний вид, то другие стало совсем не узнать. Окна таких домов заколочены, а двери заварены. Но есть и другие заброшенные дома, где свободному доступу ничего не препятствует. Прежде всего поражает древность этих стен. За десятки лет выцвели все краски, а кирпичные стены и деревянные потолки обвалились. А ведь совсем недавно эти места еще дышали жизнью. Наша выставка достижений народного хозяйства, кстати, заслуга того же Алексея Николаевича Ларионова, именно он захотел по образцу московского представить все достижения колхозного строя, строительной индустрии нашей. В общем, все показать плюсы развития нашего края. Сюда приезжали гости со всего Советского Союза. Вскоре, выполнив свое основное предназначение, эти места стали торговым центром. Ежедневный поток людей, бродящих по этим улицам, поражал. Но время не пощадило и его. Торговый городок находился на самом краю города. Дальше шли заливные луга, на которых строить было нельзя. Население уже вокруг торгового городка уже несколько десятков тысяч человек. И им тоже крайне необходим вот такой центр притяжения. Чем может стать торговый городок? Это и клубы детские, молодежные, взрослые. Это и сеть кафе, сеть спортивных каких-то кружков или организаций. То есть его просто нужно наполнять. Забытых временем и людьми зданий в нашем городе достаточно. И с каждым уходящим годом эта копилка пополняется. И хочется задать вопрос, какое популярное место следующим канет в лету? Сегодня во всем мире отмечают День человека с синдромом Дауна. Дата 21 марта не случайная. У людей, которых за их добродушный нрав называют солнечными, в 21 паре хромосома одна лишняя. Дети, которые еще совсем недавно считались необучаемыми, сегодня занимаются спортом, музыкой и посещают обычные школы. Однако, чего все это стоит, знают только их родители. Чтобы помочь детям и их родителям, а также опровергнуть связанные с патологией стереотипы в обществе, сегодня по всему миру проводятся специальные акции. В Рязани стартовал фестиваль «Подснежник». Он создан в поддержку детей с ограниченными возможностями. Чем изобретать велосипед? Лучше послушать опыт соседних регионов, привлечь зарубежный опыт, что мы очень часто делаем, взять все самое хорошее и внедрить это в нашу практику. Интеграция детей с синдромом Дауна в обычной школы для их дальнейшей социализации сегодня лишь в самом начале своего пути в городе. В рамках фестиваля обсудят и этот вопрос. Не сегодня-завтра родители этих детей по новому законодательству могут попроситься прийти в обыкновенную школу и обязанность властей предоставить им эту возможность. О том, каковы возможности этого процесса, как это лучше сделать с наименьшими затратами, на что обратить внимание, мы хотим как раз говорить в рамках фестиваля. В Рязани только детей с синдромом Дауна сегодня более 40 человек. По словам их родителей, общество все больше поворачивается к ним лицом. Конечно, за последние десятилетия обстановка изменилась и достаточно сильно изменилась. Конечно же, раньше это была вообще какая-то неприличная тема. Но времена меняются, и, в общем-то, благодаря таким мероприятиям и освещению, и привлечению широкой публики, в общем-то, разрушаются стереотипы. В первый день фестиваля все его участники смогли увидеть специальный кинопоказ. Как сказала одна мама, когда я ей сказала о возможности прийти посмотреть такой фильм, она сказала, мне это кино не надо, оно у меня в жизни 24 часа в сутки. Это нужно для тех, кто не знает, кто не понимает. Но хотел бы узнать, хотел бы понять, и это позволит им принять нас такими, какие мы есть. Дети солнца – так называют людей с синдромом Дауна. Когда-то он считался тяжелой болезнью. Сегодня признан всего лишь особенностью людей с одной лишней хромосомой. Весна в этом году началась вовремя, совпав с календарем. Март, на удивление, теплый. Это дает уверенность в том, что вот-вот деревья покроются листвой, а в садах и парках появятся цветы. Привычные рязанцам клумбы, расположенные на городских улицах, между тем не расцветают сами по себе. Процесс их создания начинается значительно раньше. В теплицах в Рыбновском районе кипит работа дизайнеров, технологов и рабочих. На улице холодно и сыро, а здесь в теплице вовсю цветут цветы. Вскоре вот эти бегонии, как и другие растения, ожидающие своего часа, окажутся на улицах нашего города. Десять теплиц, в которых именно сейчас происходит невидимая горожанам кропотливая работа, которая спустя месяц-полтора и станет основой прекрасного. Бегонии, остромерии, тюльпаны, розы – все это не появляется из ниоткуда. Над тысячами саженцев и ростков трудится команда из десяти человек. Здесь, в селе Высокое. Сначала мы сеем в ящики семена. Семена посеяли, потом они всходят до определенного возраста. И потом мы ее начинаем пикировать в кассеты. Пикируем, чтобы был корешок у нас очень хороший. Делаем вот так дуночку и вот так прижимаем в кассету. Бархотки – растение неприхотливое, устойчивое к погодным условиям, не требующее дополнительного ухода. Цветут практически все лето до поздней осени. И даже в первые заморозки все еще можно видеть их нежные огненные головки вдоль дорожек и тротуаров. История их начинается вот с таких маленьких саженцев. Городские клумбы высаживают уже цветущими. Это будет расти, поливаться. А потом уже со временем, когда нужно будет городу, город приедет с машинами, мы погружаем, и они уже там высаживают уже готовые, уже с цветами, как положено. Готовь сани летом. А проекты городских клумб зимой. Ландшафтные дизайнеры потрудились и сейчас уже знают, как будут выглядеть главные улицы города. Город будет новый, несмотря на то, что мы в этом году используем традиционные цветы для нашего города, для нашего региона. Будет посажено 27 видов цветов. Среди них будут дополнительно закуплены розы. Ежегодно мы закупаем по тысяче штук. Плюс впервые будут закуплены канны, жимолость вьющиеся, хоста и другие растения. Очень понравились горожанам розарии, поэтому розы будут радовать своим пьянящим ароматом и этим летом. В районе площади Ленина и в верхнем и нижнем городских парках. Всего по задумке ландшафтников Рязань расцветет почти четырьмя сотнями соцветий. Смотрите во второй части выпуска. Полицейская погоня в районе Дашково-Песочня. Пьяный водитель пытался уйти от сотрудников ГИБДД. День кукольного театра и поэзии о прекрасном в нашей программе. И астрологический Новый год. 21 марта в день весеннего равноденствия можно начинать планировать важные дела. Полицейские погони – удел не только голливудских фильмов. Такое случается и в Рязани. Однако за рулем оказывается не герой, спасающий мир, а пьяный рязанец. В областном центре сотрудникам ГИБДД с трудом удалось задержать мужчину, который уже не первый раз сел за руль своего авто нетрезвым. Интуиция или профессионализм сказать сложно, но сотрудники ГИБДД буквально чувствуют нарушителей в общем потоке машин. Вчера вечером на улице Советской Армии их внимание привлек автомобиль ВАЗ-2112. Однако на просьбу остановиться водитель отреагировал неадекватно. Сотрудники полиции неоднократно повторяли требования остановиться, но водитель двигался далее, создавая опасные ситуации на проезжей части. Двигался на красный сигнал светофора, выезжал на полосу встречного движения. Через некоторое время на улице Горького экипажа ДПС удалось задержать право нарушителя. Подобное поведение можно объяснить только пьянством, поэтому сотрудники ГАИ доставили мужчину на стационарный полос ДПС. Алкотестер показал 0,888 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме 0,16. Полицейские установили, что это уже не первый случай, когда данный водитель садится за руль в нетрезвом состоянии. Ранее он был лишен права управления транспортным средством, а в прошедшем году был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас ему грозит два года лишения свободы и запрет управлять автомобилем в течение трех лет. Однако не всех водителей пугают подобные меры. Начиная с 2014 года на территории области были задержаны почти тысячи человек, которые повторно нарушают правила дорожного движения. С начала текущего года эта цифра уже приближается к 80 и продолжает расти. В связи с этим сотрудники ГАИ напоминают, что любое нарушение правил – это в первую очередь угроза жизни людей и отпечаток, который может перечеркнуть вашу карьеру. В Спасском районе полиция выявила незаконную торговлю спиртным. Находчивый 50-летний житель села организовал бар на колесах. Он незаконно торговал спиртным прямо из своего автомобиля «Газель». Из его незаконной торговли стражи порядка изъяли 10 литров алкоголя. Всего в ходе такого рейда по области и городу полиция пресекла деятельность по пяти фактам незаконного оборота алкогольной продукции. В рамках рейдовых мероприятий в прошедшие выходные полицейские в Рязани пресекли незаконную торговлю спиртным в торговых палатках, расположенных на улицах сельских строителей и интернациональной. Пресечено нарушение правил торговли спиртным в магазине, расположенном в Рязани на улице Весенние. Также нарушение правил торговли алкогольной продукции пресечено в закусочной на улице Зубковой. 21 марта богат на праздники. К примеру, сегодня отмечается Международный день кукольника. Управление сказочными персонажами в кукольном театре, ремесло овладеть которым под силу лишь талантливым людям, с радостью вдыхающими жизнь в своих безмолвных подопечных. Авторы, работающие в этом жанре, научились создавать настоящие шедевры на стыке драматического, оперного и балетного искусств. Праздник отмечается на протяжении 14 лет, хотя идеи о его создании приходили и раньше. Мир кукольного театра – это невинность детства, его чистота и непосредственность. Он всегда таит особое очарование. Это настоящая вселенная таинственного и образного, загадочности и фантазии. И сегодня этот праздник широко отмечается во многих странах мира не только самими профессионалами, но и поклонниками такого рода искусства. Вообще, я кукольником стал, если честно, случайно. Закончил драматическое отделение Свердловского театрального института и совершенно случайно попав в этот город, в Рязань, тоже случайно попав в этот театр, к счастью, остался здесь. И вот уже 25 лет с лишним этим занимаюсь. Режиссер признался, что он – кукольник по призванию, а также рассказал, что отличает его от драматического актера. Это же двойная ответственность. Нас как бы двое на сцене. То есть я и мой персонаж кукольный. Когда я один, вот я один в живом плане работаю, то есть я вот один существую. А тут мне нужно через куклу выразить образ моего героя. И бывает это образ очень сложный, бывает это какой-нибудь зверь или вообще существо фантастическое. Персонажа приходится оживлять и делать понятным зрителю. А перевоплощение в кого-то другого всегда необычно. В кукольном театре не только актеры примеряют на себя различные образы. Но и нам пришлось вживиться в столь необычного персонажа. Валерий Николаевич признается, что большинство его ролей – это отрицательные персонажи. Играть кого-то, отличного от себя, всегда интересно и сложно. Из всех ролей около 70-50. Я даже не могу что-то выбрать одно. Потому что в одном спектакле, например, в детский спектакль, совершенно для маленьких зрителей по сказке «Зайчий избушка», где лисичка выгоняет зайчика, в общем, вроде простая история. Там я играл четырех персонажей сразу. Вот опять же не могу сказать, как не могу выделить какую-то свою отдельную роль. Все куклы мне близки, все куклы. И в этот особенный для кукольных коллективов день режиссер дал совет тем, кто хочет попробовать себя в этом деле, и поздравил всех с праздником. Пожелание простое. Будьте увлечены своим делом. Любите свое дело по-настоящему, искренне. Будьте готовы к тому, что в театре, особенно в кукольном театре, надо очень много работать. Поздравляю вас с Международным Днем Кукольника. Желаю всего самого хорошего и любите наш театр. Всемирный день поэзии, дата которой отмечается с 21 марта 2000 года. Рано или поздно официально этот праздник должны были принять, ведь первые стихи, созданные человеком, датируются 23 веком до нашей эры. На протяжении тысячелетий люди складывают рифмы, пишут в горе и радости. Ведь стихи – это наилучшее оружие для выражения чувств и внутренних переживаний людей. Казалось бы, времена романтики и поэтов, воспевающих своих возлюбленных, остались в далеком прошлом. Но, несмотря на это, и сегодня молодое поколение продолжает рифмовать строки, изливая на бумагу свои мысли и чувств. Запах корицы сладким дурманом, нежно окутал дрожащие плечи. И, упиваясь французским романом, ты провожала глазами вечер. Вера Апушкина писать начала еще в 8 лет и не бросает этого литературного занятия до сих пор. Посвящает свои стихотворения девушка любви и той жизни, которая ее окружает. Нет ничего определенного, что могло бы меня вдохновлять, потому что это может быть как тот же самый март, весна, тепло, так и ночное небо. То есть все, что я вижу и все, что мне нравится, я начинаю об этом писать. Уже не раз она публиковалась в различных газетах, журналах и альманахах. И наверняка могла бы принять участие в фестивале региональной поэзии «Муза», который откроет свои двери для юных любителей поэзии в библиотеке имени Горького. Совсем скоро здесь, в этом зале, соберутся участники третьего регионального фестиваля молодежной поэзии «Муза». В этом году их более 60, что еще раз доказывает, поэзия даже в наш материалистический 21 век остается популярной. Участниками могли стать все желающие поэты и чтецы в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году организаторы ввели новые номинации. Теперь на фестивале будут звучать русские классические произведения из уст гостей нашей страны, а также стихи рязанцев, написанные на иностранных языках. Организаторы опасались, что желающих для участия в этих номинациях не найдется, но, к счастью, их опасения не оправдались. Не так много, как нам бы, может быть, хотелось, но мы постараемся, чтобы им было комфортно, этим участникам, чтобы им все понравилось, и, возможно, они своим вдохновением начали писать еще больше и зарядили такой энергетикой красивого произношения на французском, немецком или английском, зарядили зал. На этом мероприятии, посвященные поэзии, в библиотеке имени Горького не кончаются. 26 марта здесь пройдет чемпионат поэзии Маяковского, на который библиотека приглашает всех желающих. И напоследок о наиболее таинственном празднике. 21 марта в Северном полушарии наступает День весеннего равноденствия. Не случайно в этот переломный момент, когда уравниваются день с ночью, астрологи празднуют свой профессиональный праздник. Часто многие из них именно 21 марта составляют погодные карты, по которым можно узнать, например, прогноз на лето, чтобы выбрать дату для предстоящей свадьбы. Международный День астрологии, ежегодно отмечаемый учеными, астрологами и энтузиастами, проводится точно в День весеннего равноденствия. Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год. Это день, в который Солнце переходит нулевой градус Овна. И это считается началом астрологической весны, ну астрономической весны. Земля, вращаясь вокруг воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. В итоге оба полушария от экватора до полюсов нагреваются относительно одинаково. В таком положении Земля находится два раза в году. 21 марта в День весеннего равноденствия и 23 сентября в День осеннего. В эти дни свет и тьма, день и ночь делятся поровну по 12 часов. А времена года по полушариям меняются. Если в южном полушарии осень, то в северном весна и наоборот. Как правило, с этого дня в нашем полушарии начинается резкое потепление. Правда, в этом году природа слегка схитрила. И несмотря на достаточно теплую погоду, поливает нас дождями. У астрологов есть как объяснение данному природному явлению, так и прогноз на предстоящее лето. Идет ретроградная Венера, она как раз сейчас перешла в знак рыб, поэтому еще до середины апреля будут дожди, хмуро и как-то не совсем тепло. С 15 апреля до конца апреля там уже будет совсем хорошая погода. И вообще весна у нас в этом году ранняя, теплая. И вот как раз вот та картина, которая сейчас сформировалась, вот астрологическая картина, которая сформировалась на небе, вот она как раз вот как бы говорит о том, что у нас как бы все в этом году будет способствовать хорошему урожаю, хорошему лету. Так все будет значительно проще и лучше, чем в прошлом году. В ближайший месяц, говорят астрологи, самое время начинать и завершать дела. Это тот самый момент, когда может получиться то, на что человек никак не решался и не мог изменить. На все найдутся силы и появятся новые возможности. Считается, что день весеннего равноденствия обязательно нужно провести со смыслом. Стоит задумать что-то важное для себя. Мы, например, в этот день можем себе там написать список на 8 листов, что бы мы хотели получить. Вот, всегда желательно загадывать как можно больше, тогда уж половина-то точно сбудется. Вот, вообще, называется, мечтая невозможным, получишь желаемое. Вот это как раз вот очень удобно сегодня делать. Ну и, конечно, обязательно живите, радуясь каждому мгновение дня. И не только сегодняшнего. Думайте о хорошем и получайте удовольствие от жизни. Весна, которая сегодня официально вошла в свои права, лучшая для того время. Ну а всех астрологов с профессиональным праздником. Звезды на правильных местах и только хороших прогнозов. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».